За последний год вокруг некоторых коммунальных предприятий Белгороднестровского регулярно возникали скандалы и недопонимания. В частности, коммунальное предприятие Ассорти за 2015 год показало убытки. У городской власти это вызвало недовольство. Чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, в исполнительном комитете создали комиссию и провели тщательную проверку. Это естественно нансенс, потому что такое предприятие, как центральный городской рынок, он просто не может быть в опреворе, не может быть убыточным. Поэтому, естественно, возникла эта проверка. В частности, на сегодняшний момент понятно, что на рынке существуют тарифы 2013 года. Понятно, что в стране у нас инфляция достаточно серьезная. Понятно, что в то время, когда энергоносители растут и растут заработная плата, у нас основная, вы знаете, себестоимость услуги, любая основная статья, ее составляющая является заработная плата. Это в лучшем случае 50% от себестоимости любой услуги. Как утверждает Вадим Кисарчук, пока что приняли волевое решение, тарифы для предпринимателей не поднимать. А выводить коммунальное предприятие из кризисного положения планируют иными способами. Были расторгнуты договора. Не знаю, слышали, наверное, не слышали. Было такое частое предприятие «Керман-сервис», которое осуществляло уборку, охрану и другие услуги на рынке. Но это, ну, той же проверкой было установлено, я не помню этого слова. Это было создано предприятие «Прокладка», которое присутствовало, создано именно для отмывания денег. Поскольку само по себе коммунальное предприятие «Ассорти» именно и было создано городским советом для осуществления этих услуг. Со слов вице-мэра получается, что коммунальное предприятие «Ассорти» покупало услуги у частного предприятия и потом продавало их предпринимателям, которые работают на рынке. Как отметил Вадим Кисарчук, после смены руководства уже есть первые результаты. Уже дало ощутимую прибыль порядка, по-моему, около 40 тысяч рублей в месяц на само коммунальное предприятие уже идет экономия. Более детально об этом, конечно же, скажет руководитель предприятия, потому что сегодня у меня при себе этих цифр нет, но экономия существует. То есть сегодня уборка рынка производится уже силами непосредственно самого коммунального предприятия. Если вопрос уборки территории уже решили, то охрану коммунального предприятия «Ассорти» до сих пор обеспечивает частное предприятие. Но, как говорит Вадим Кисарчук, это дело времени. Как только в городском совете примут решение о создании коммунального предприятия «Муниципальная безопасность», они возьмут на себя полномочия оказывать эту услугу всем предприятиям города. Это, скажем, оставит средства коммунальных предприятий в коммунальном ведении. То есть это будет не просто предприятие, которое будет создавать, вернее осуществлять охрану деятельности коммунальных предприятий. Это предприятие планируется начать эту деятельность с охраны коммунальных предприятий. В частности, оно потом перерастет в охрану, скажем, осуществления правопорядка в городе. В том числе и знаете, что там рассматривается закон о муниципальной варте. И рано или поздно он, наверное, будет принят. К этому все идет. И те недоработки сегодня, которые мы видим со стороны, в частности, полиции, наверное, часть этих функций когда-то, согласно этого закону, как я понимаю, перейдет в эти муниципальные варты. Поговорили и о коммунальном предприятии «Водоканал», которое тоже не блещет положительными результатами. Из-за огромного долга, около 3 миллионов гривен, который повис, как грозовая туча, предприятие находится в кризисном положении. Это был не только долг по электроэнергии, это был долг по заработной плате, это долг по отчислению налогов, это долг по РЭСу в том числе. То есть предприятие не просто в кризисном состоянии находится до сих пор, но оно, сказать, что кризисное, это ничего не сказать. Поэтому сегодня там произведена замена руководителя. Со слов Вадима Кисорчука стало известно, что в момент проверки этого предприятия члены комиссии увидели ряд проблем. Первое, которое бросается в глаза, это многочисленный штат сотрудников. Перекинуть какого-то участка, может быть, на другой, посмотреть, кого, кем можно заменить и так далее. Что вам сказать, если на предприятии отсутствует, элементарно, допустим, мне как экономисту-бухгалтеру было непонятно, почему на современном предприятии отсутствует такое предприятие, как 11-бухгалтерия. И там сидят бухгалтера, 6 человек, которые по старинке пишут от руки документы, а потом уносят их одним пальцем в какой-то там полуустаревший компьютер. На сегодняшний день такое предприятие, как водоканал, знаете, это нонсенс, когда идет такая работа, соответственно, понятно, что, может быть, там, где нужно было три бухгалтера, их сидит шесть, потому что кто-то умеет писать, а кто-то умеет нажимать кнопку у компьютера. Как видим, городская власть в Акермане приняла решение поменять некоторых руководителей коммунальных предприятий. Будет ли результат от их работы, увидим со временем.